Дом номер 4 по улице Эстонской в Батайске знали многие. Пьющая мать одна воспитывала троих малолетних детей. В августе органы опеки хотели лишить ее родительских прав. Но женщина обещала исправиться. И ей поверили. Галина с мужем всегда были бдительны. По соседству часто гуляли с огоньком. Там собирались местные пьяницы. Но в этот день дым заметили не сразу. Когда бросились на помощь, огонь вырвался наружу. Прибежали. Тут уже войти невозможно. Мужа позвала. Ребенка старшего завела домой к себе. Муж пришел и стекла выбивали. Но войти невозможно было. Там все горело. Несмотря на оперативность пожарных, дом выгорел дотла. Четырехлетнюю Настю спасти не удалось. Ребенок отравился угарным газом. Спасатели предполагают, пожар вспыхнул из-за замыкания электропроводки. Пострадавшая пояснила. Весь день она выпивала. В момент возгорания спала. Она тогда взяла двоих детей, вывела на улицу, вернулась за маленьким ребенком, которому годик мальчику. Вернулась за ним. Девочка Настя, которая погибла, она зашла вслед за ней. Когда она вынесла ребенка, забежала обратно в дом, начала искать и звать ребенка своего. Но безуспешно. О том, что на их улице случилась беда своим хозяевам, сообщила Джета. Седа Александровна смотрела телевизор, когда услышала, как заливается лайм ее собака. Выйдя на крыльцо, увидела пламя, рвущееся со двора напротив. До приезда пожарных семья пыталась тушить соседей. До сих пор находят куски шифера у себя во дворе. Вот ты нам сказала, там пожар. Как ты мне сказала, там пожар, пожар, пожар. А ты гавкаешь? В этом году в Батайске из-за пожара в жилых домах погибло 9 человек. Из них трое детей. И почти в каждом случае причина возгорания – ветхая электропроводка в аварийном жилфонде. Гибель детей в сравнении с прошлым годом возросла втрое. Сейчас годовалый мальчик находится в детском отделении Центральной городской больницы Батайска. Ожог тела у него 2%. Однако медики прогнозов не делают. У малыша был врожденный порог сердца. Анна Соколенко, Андрей Токарев, Южный регион.Инфо.